Пошел Бывает, нет? Ну просто на самом деле У нас есть люди, которые еще с нами В которых нет возможности Быть здесь Но они Там, в других своих городах И они внимательно за нами следят Мы им привет передаем всем Аминь? Привет всем Хотел немножко Перед тем, как мы будем искать Бога Просто Какое-то слово сказать Я помню Однажды я Прибежал на собрание Так работал, ну то есть день такой был напряженный Прибежал на собрание И мне нужно было В хоре был И собрание И вдруг я так включаюсь Я понимаю, что я совершенно не готовил свое сердце сегодня Вот совершенно То есть я прям все Суета, суета, суета Я прибежал И чувствую я Не готовил Вообще нисколько времени не готовил Ну вы знаете Бог он совершенный Бог сразу дает мне мысль Ты знаешь, что на самом деле для Бога Ну нет времени Для него чтобы подготовить твое сердце Для него можно вот одна десятая, сотая, тысячная секунды хватает Просто Чтобы просто вот раз и ты готов на самом деле Я просто это тогда понял Думаю А что мне мешает сейчас приготовить сердце Ничего, все, готов Понимаете На самом деле просто одно откровение И когда ты понимаешь на самом деле какой Бог Что мы-то тут привязаны ко времени Мы тут в своей суете варимся У нас всякие проблемы, заботы там Да, и нам иногда кажется, что нам так трудно из них выбраться Что-то нужно там делать, предпринимать, да Но апостол Павел сказал то, что Не найдут ли его и не ощутят Потому что он близко от каждого из нас Близко И на самом деле И там же он сказал, что мы созданы для того, чтобы искать Бога На самом деле искать Бога просто в своей жизни Каждый человек он создан для того, чтобы И написано так еще Не найдут ли, не ощутят ли его Потому что он близко от каждого из нас И хватает просто секунд И хватает минут И хватает просто нужно это откровение Для того, чтобы понять, что Бог вот я Сказать и все Вот я, я здесь Я сегодня здесь Я вам хотел одну историю прочитать Очень она такая наглядная И на самом деле так с нами часто бывает Это про то, когда Иисус был Ему было около 12 лет Помните, когда его родители потеряли Давайте я вам прочитаю Это Лука 2 глава 42 стиха И когда он был 12 лет Пришли они так же по обычаю Иерусалим на праздник Когда же по окончании дней праздника Возвращались Остался отрок Иисус в Иерусалиме Не заметили того Иосиф и матерь его Но думали, что он идет с другими Пройдя же дневной путь Стали искать его между родственниками И знакомыми И не найдя его Возвратились в Иерусалим Ища его Через три дня Нашли его в храме И сидящего посреди учителей Слушающего их И спрашивающего их Все слушавшие его Дивились разуму и ответом его И увидев его Удивились И матерь его сказала ему Чада Что ты сделал с нами Вот отец твой и я С великой скорбью искали тебя Он сказал им Зачем было вам искать меня Или вы не знали Что мне должно быть в том Что принадлежит отцу моему Но они не поняли Сказанных им слов Вот такая вот история Знаете мы так иногда думаем В Библии на самом деле Очень много между строк Очень много между строк Вот представьтесь просто Какая история произошла с людьми Или не представляете Можно было бы прям вот Целый фильм снять Просто про эту ситуацию Родители потеряли своего ребенка Вы можете себе представить что это такое? На самом деле Хорошо если вы не сможете Представить такую ситуацию Потому что это великое горе Представьте времена Да Если сейчас просто родители Теряют своих детей И вы видели когда-нибудь Объявление когда Разыскивается девочка Двенадцати лет Тринадцати лет Или еще что-то Какие мысли у нас приходят? Найдут этого ребенка или нет? Понимаете? И мы все понимаем Что на самом деле Если человек пропал Нет его один день Два дня Именно ребенок Столько мыслей приходит в голову Людям просто На самом деле Ни одной хорошей мысли Это не приходит в голову И мы вот так вот Просто смотрим на эту историю Родители потеряли Иисуса Это же Иисус Он же не может потеряться Правильно? Но они реально его потеряли И написано Три дня они не могли его найти Представьте что такое Три дня в Иерусалиме Три дня в городе Где полно Да кого угодно там полно Не хочу называть эти плохие слова Людей которые Да Издеваются над Детьми Да И Страшные вещи творят И на самом деле Вот родители Иисуса Попали в такую ситуацию Просто Ужасная ситуация Три дня Не три часа Меня однажды мама теряла В Москве на Красной площади Ремня в секунду Да нет Ну я просто Я просто помню Что она Она у меня специально одела Когда это было там Девяностые годы какие-то Или восьмидесятые Даже там Я был там маленький Девять лет Восемь лет Не знаю Она у меня одела специально У меня желтую рубашку Чтобы меня не потерять И все равно потеряла Ну слава богу Она надела Говорит на меня эту желтую рубашку И она ходила И искала эту желтую рубашку Час может быть Может быть Полчаса все равно Представляете какой шок просто Вы представляете Родители Иисуса потеряли Три дня не могли найти Тут так вот написано Об этом просто Да мы бегло прочитали Ну потеряли нашли Слава богу все хорошо Вы представляете Сколько мыслей у них пришло Они думали Ёки-палки Куда мы смотрели Зачем мы пошли Зачем мы вообще Как мы могли это все сделать Они наверное друг друга Просто там съедали Представляете да Это ты Нет это ты Все из-за тебя И так далее Но искали Иисуса И даже вот мать его сказала Чадо Что ты сделал с нами Представляете просто Вот насколько ситуация Была нагрета Что мама вот просто Она к Иисусу И я просто ну да Я вам эту историю так показал Да именно вот Потери детей Но я хочу чуть-чуть В духовную сторону Эту историю для нас Развернуть Как часто бывает с нами Вот что здесь мы видим Что Иисус был маленький Это о чем говорит Это говорит о духовной Незрелости христианина Когда в его жизни Иисус еще маленький Когда в его жизни Еще Иисус под его контролем Находится Не под Не ты находишься под контролем Иисуса А Иисус находится под твоим контролем Так он у тебя ребенок еще Семя которое посеяли тебе да И можно потерять эти отношения да То есть они потеряли другими словами Отношения с Богом У них произошло какое-то Охлаждение может быть Отношений Или просто вот Суета заботы Они забрали Смысл из их жизни Кто такой Иисус да Написано Путь истины и жизнь То есть это люди которые Потеряли смысл Которые Вот попали вот в эту вот Ловушку обстоятельств Таких В своей жизни Ты можешь сюда Сегодня подставить Что угодно Вот любую свою ситуацию В которой ты находишься Что ты Потому что Иисус Это есть самое лучшее Что может быть Только вообще для человека Аминь Это воплощение просто Божьей любви Божьего смысла в твоей жизни Божьего откровения Радости настоящей да И так далее И вот люди это потеряли да И часто мы живем так действительно Что мы это теряем в своей жизни И нигде не могли найти И нигде не могли найти Вот все обыскали Нигде не могли найти Иисус им говорит Другими словами Вы тупые Вы что тупые Вы где меня искали то вообще Вы знаете почему они нашли Иисуса Где они нашли Иисуса Правильно Аминь А что они пошли в храм делать Как вы думаете Молиться Они пошли в храм Бога искать Не Иисуса искать Не своего сына искать Не решение как бы вот Своей проблемы искать Они просто пошли сдаваться туда Все Три дня Весь Иерусалим Прошерстили просто Все улицы Все дома Кричали да Похоже на нас Правильно или нет Мы иногда вот готовы Просто перевернуть Все вокруг себя Мир Работу Все что угодно Все что не получается Все перевернуть И часто Тыкаемся Тыкаемся Не упираемся Ничего не получается А Иисус им что говорит Разве вы не знали Разве вы не знали Где мне должно быть Разве ты не знаешь Как искать Бога Вы знаете мы часто просто живем Ну так вот христиане На самом деле Просто наши проблемы Мы часто не умеем искать Бога Я до сих пор Вот сколько уже там 15-16 лет Я с Богом И я до сих пор Пытаюсь все свои проблемы Решать сам Вот придут какие-то Вот на работе Что-то не получается И ты вот и так И так И так И потом слава Богу Приходит эта мысль Ты принеси ты все это к Богу И ты реально приносишь Это все к Богу Богу Говоришь помоги мне Разрешить эту ситуацию Просто помоги мне Я все Я уже Я не могу сам тянуть Происходит Вот просто Я уверен что вот Те кто его Те кто действительно умеют искать Бога Научились Богу Отдавать свои проблемы На самом деле это не так легко На самом деле это не так легко Мы действительно Так все созданные люди Что нам вот Ну часто нужно вот Как им Три дня Три дня там Или сколько-то Сколько-то времени А можно было сразу пойти в храм Ведь Иисус сразу был в храме Аминь Или нет Или он их хотел Чтобы они три дня побегали там Он был там где он должен быть Понимаете Вот решение Всех наших проблем Всех наших лабот Вообще Всей нашей жизни Смысл нашей жизни Оно в Иисусе Оно у Иисуса Оно в том Что мы должны Научиться искать Бога Научиться искать Бога Иметь это откровение Для того чтобы Настроить свое сердце Просто на поиск Бога Иногда нужно одну секунду Для этого Помните Этого Блудного сына Просто мысль Которая пришла к нему В голову Однажды А что если мне к отцу вернуться Он раньше эту мысль Почему-то не допускал И ел эти рожки И там да И пас этих свиней Ненавидел свою жизнь Мучился Страдал Пытался все по-своему Все опять сделать Наладить может быть Был в ожесточенном сердце Нужна просто была Одна мысль Одна мысль Того что И чтобы эта мысль Заставила его встать И пойти Поверить то что на самом деле Бог близко Бог близко Бог готов Сразу отреагировать Я обожаю эту историю Про Иисуса Как он научил родителей Как он научил родителей Эта история нам показывает Вот о нашей духовной незрелости Когда Иисус еще маленький Нам нужно просто вырасти И ты никогда не сможешь Его потерять Потому что он всегда в храме Он всегда в сердце Невозможно Бога потерять Иисус сказал Накапливайте себе сокровища На небесах Где ни моль Ни ржа Ни воры Ни время Ни обстоятельства Ничто не может у вас забрать их Просто пускай Эти отношения с Богом Они будут для тебя Настоящим сокровищем Чтобы ты правильное отношение К этому имел И может быть С маленьких каких-то Или с любых вещей На самом деле Но вот была Неразрешимая ситуация У них Все Ну вот реально Все Уже наверное Собрались возвращаться А вы представляете Когда-то в ихних жизнях Мария же сохраняла Все слова Об Иисусе Что ей говорили Кто она Ей говорили Кто он Я просто хочу напомнить Тем людям Кто слышал эти Пророчества Когда-то в свою жизнь Кто видел Это Это видение Своей жизни Что твоя жизнь Она непростая жизнь Вы знаете что вы Ну непростое поколение Вы знаете что мы Непростое поколение Вы знаете что Нас уничтожить хотели Просто Практически все поколение Через наркотики Через 90-е годы Через то что вот Мы прошли И поэтому Те кто прошли Те кто не были уничтожены Понимаете Те кто не попал под это Вы задумайтесь просто Что Бог Имеет для вас Что-то особенное Имеет для вас Свою Свою работу Своё призвание Просто часто мы Далеко так От этого находимся Вот эта вот суета Она это забирает Эти проблемы Повергли её в шок И она всё Представляете Мария Да Она знала что она мама Иисуса Христа Она знала что она мама Спасителя Она знала это всё Её ребёнок был рождён От Святого Духа И она поверила в том что Она сможет его как-то потерять Она просто вот Три дня Три дня А не всё Без надежды И потом в храм Ну пойдём тогда хотя бы в храм Правильно Свечку поставим Придут в храм Ставят свечку Потому что чуть-чуть религиозные Правильно? Мы же религиозные Или нерелигиозные Marilyn Бывает Мы нерелигиозные Но our Come Мы очень сильно религиозные Потому что в храм Поздно идём Потому что люди Ну куда уже идти Вот пойдём тогда уж в храм Ouais И они пошли в храм И не дошли до храма Он сидит На ступеньках. Представляете? Они не дошли еще, а он на ступеньках уже сидит и встречает. Они не его там уже искали, они просто шли свое горе Богу излить. А он им говорит, ну вы тупые. Поэтому давайте просто вот сейчас задумаемся над этим. Я не хотел вас сильно загружать, но просто к тому моменту, что мы сейчас будем искать Бога, чтобы мы научились искать Бога, чтобы мы смогли сейчас просто на том месте, где мы находимся, с теми проблемами, с которыми мы находимся, просто сказали Бог, вот я, что мы близко. Давайте мы склоним, я начну молиться. О, Алексей. Великий Бог, мы благодарим Тебя за Твою огромную мудрость, Господи. За Твою огромную любовь и заботу к нашим жизням, Господи. За то, что Ты однажды прикоснулся к нашим жизням, за то, что Ты дал нам прикоснуться к Тебе, Господи. За то, что мы знаем, что Ты не просто какая-то сказка, Господи, что Ты не какое-то просто приложение, дополнение к нашим жизням, Господи. Но Ты центр нашей жизни, Иисус. Ты радость, Ты вся полнота, Господь. Ты смысл нашей жизни, Господь. Господь, дай нам понять это откровение, Господь, дай нам иметь эти настоящие живые отношения с Тобой, Господь, иметь это ощущение того, что Ты близко к нам, Господь, того, что Ты знаешь о нас все, Господь, и ничто не может укрыться от Тебя, Господь. Дай нам понимание того, что на нашей голове каждый волос, он под Твоим контролем находится, Господь. Не дай нам быть просто религиозными, Господь, не дай нам быть просто душевными, не дай нам быть просто младенцами все время, Господь, дай нам вырасти, Господь. Дай нам так сделать, чтобы наша жизнь, она была под Твоей рукой, под Твоим контролем, чтобы Ты был взрослый в наших жизнях, чтобы Ты вводил нас, Господь, чтобы Ты говорил нам, Господь, чтобы Ты охранял нас, Господь. Благослови нас во имя Твое, Господь. Я прошу Тебя за каждого человека, здесь сидящего, за каждого человека, кто слышит Господь нас, благослови его во имя Иисуса Христа. Просто освободят всяких хлопот, забот, от всякой ненужной суеты, Господь, от добивания вот этих, того, что мы добиваемся все время, каких-то не тех целей, которые действительно важны для нашей жизни, Господь. Дай нам попасть в цель в своей жизни, Господь. Дай нам не пройти мимо, Господь, настоящей радости, настоящего счастья, настоящего смысла, Господь. Ты есть путь истинной жизни, Господь. Ты есть свет нашей жизни, Ты есть вода живая, Господь. Ты есть хлеб для нас, Господь. Научи нас приходить к Тебе, Господь. Научи нас открывать свои сердца перед Тобой, Господь. Ты запрети всему злому, Господь. Ты запрети всем этим твердыням и атакам влиять на наши жизни, Господь. Мы просим Тебя разрушь, Господь. Разрушь все, что мешает нам приходить к Тебе. Все, что мешает нам обращаться к Тебе, Господь. Все, что мешает нам возлюбить Тебя неразделенным сердцем, Господь. Мы не хотим ни с кем делить наше сердце, Господь. Потому что Ты есть наше сокровище, Господь. Ты есть клад настоящий, Господь. Аллилуйя Тебя, Господь. Мы просто преклоняемся пред Тобой. Мы просто как Твои дети просим у Тебя Твоего благословения, Господь. Просто Твоего водительства для нас, Господь. Твоей силы, Господь. Подними сильных во имя Иисуса Христа, Господь. Подними тех, кто готов охранять и защищать этот смысл. Смысл Евангелия, смысл откровения Твоего. Смысл нового завета, Господь. Не дай нам увлекаться какими-то крайностями, Господь. Какими-то неважными вещами, Господь. Но дай нам всегда быть близко к Тебе. Близко к Твоему центру. Близко к Твоему смыслу, Господь. Близко к Твоей любви, Господь. Близко к Твоему сердцу, Иисус. Вложи в нас свой разум, в свои слова, Господь. Аллилуйя, Господь. Ты наш Царь. Благослови сегодня проповедующего Твоё Слово, Господь. Благослови всех слышащих Твоё Слово, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Во имя Иисуса, благослови. Ты наш Царь. Ты наш Спаситель. Аминь. Скоро я пришёл к Тебе, Чтобы видеть славу Твою, Сместив иражу хвалу, И пред Тобою сердце не залью. И говорю я Тебе, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Твоя любовь находит сердце моё, Ты нужен мне, Иисус. Ты нужен мне, Иисус. Куда пойду, лишь только жизнь у Тебя. Пред Тобой я преклоняюсь, И славлю имя Твоё. Святости Твои обновляюсь, И всем сердцем превозношу. И говорю я Тебе, Иисус, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Твоя любовь находит сердце моё, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Твоя любовь находит сердце моё, Иисус, Ты нужен мне, Иисус. Куда пойду, лишь только жизнь у Тебя. Пред Тобой я преклоняюсь, И славлю имя Твоё. Святости Твоей обновляюсь, И всем сердцем превозношу. И говорю я Тебе, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Твоя любовь находит сердце моё, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Иисус, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Иисус, Ты нужен мне, Иисус, Ты нужен мне. Куда пойду, лишь только жизнь у Тебя, Иисус, Ты нужен мне. … Окуй меня, Иисус, . Окуй меня, Иисус, В реку духа твоего Мне нужно освежить сухое сердце моё Жажду тебя, встал я в пути Жажду тебя, через пустыню прошёл Без сил я остался, пришёл к тебе Какой я боролся, иногда я страдал Хотя я победил, госпей не сломал Пришёл к тебе Окуни меня, Иисус В реку духа твоего Мне нужно освежить сухое сердце моё Жажду тебя, окуни меня, Иисус В реку духа твоего Мне нужно освежить сухое сердце моё Жажду тебя, окуни меня, Иисус В реку духа твоего Мне нужно освежить сухое сердце моё Жажду тебя, жажду тебя Жажду тебя, жажду тебя Жажду тебя Ты, дыханье мое, Иисус. Ты, дыханье мое, Твое присутствие во мне. Ты, дыханье мое, Ты, дыханье мое, Ты, дыханье мое, Все для меня. И я желаю тебя. Потеря Совсем без тебя. И я желаю тебя. Потеря Совсем без тебя. Совсем без тебя. Желаю тебя. Желаю тебя. Я желаю тебя. Более. Редактор субтитров А.Семкин